Бумажный солдатик. Америка. Я за рулём уже много лет и попал только в одно дорожное происшествие, да и то по своей вине. В Америке. Когда прижимало и накапливалось одиночество, а сходиться даже на время я ни с кем не хотел, то садился ночью в машину и выскакивал на хайвей. Затем одевал наушники от плеера, где стояли по очереди две кассеты, вывязанные в рюкзаке. Песни была от Акуджавы и Юрия Антонова. Я шёл по трассе на максимальной скорости минут сорок в никуда, затем разворачивался и ехал обратно. Укладывался спать и через несколько часов вставал на работу, но помогало. Однажды в сильный ливень, за полночь, я также возвращался через окраину Нью-Йорка домой, высчитывая, сколько часов мне осталось до подъёма. И в голос подпевал Акуджаве «Был тот солдат бумажный». На тёмной, мокрой, как девочка-подросток улице, в последний момент я вдруг увидел, что начинаю въезжать в стоящую на светофоре машину. Тормоза не помогли. По скользкой дороге я так и впарил её в задний бампер. Не сильно. Машина рванула и въехала в ещё одну впереди у перекрёстка. Её капот подскочил и вздыбился полукругом. А мой ничего. Первая машина от тачка сорвалась с места и, не останавливаясь, удрала. Подальше от нас и от разборок. А из второй, передо мной, выскочила испуганная девушка, у которой, как оказалось, не было документов. Говорит, забыла. А у меня, в свою очередь, тоже не было автомобильных прав, потому что мои забрали при выезде из страны, вместе с дипломом университета, чтобы было не как у людей. То есть для меня, как всегда. И потому труднее. И правильно сделали. Но, ко всему прочему, в самом начале, в Америке, мне это многого стоило. А здесь с первого раза сдать на права не получилось. Плати да плати везде. Так и ездил по Америке несколько месяцев без прав. А что делать? Жить захочешь, плюнешь на все права. К счастью для нас обоих, вокруг не было ни полицейских, ни даже прохожих. Дождь, ночь, темень. И мы зачем-то обменялись личными телефонами. Но она так и не позвонила. Вот дура.